Приветствую вас, дорогие друзья! Многих беспокоят боли в суставах, в крупных суставах, в мелких суставах, неважно. И в основном и люди, и врачи, которые их лечат, совершают пять основных глобальных ошибок в лечении суставов. Сейчас я эти ошибки вам расскажу, я их тут написал, прокомментирую их вам и расскажу, что делать нужно наоборот, чтобы не ошибаться в лечении суставов. Значит так, переходим сразу к делу. Непосредственно, как говорится, возьмем быка за рога. Первая и главная ошибка – это ограничивать движение в больном суставе. Я не говорю здесь о переломах, понятно, что там накладывают гипс, я имею ввиду хронические боли в суставах. Ограничение движения при хронических болях в суставах, вот мы вот так вот сделаем, обведем первое кружочком. Это основная и главная ошибка всех, абсолютно большинства пациентов и подавляющего большинства врачей. Наоборот, нужно человеку назначить физические упражнения, чтобы он их делал до предела боли в суставе. Ну, допустим, лучезапястный сустав болит, да, вот он его делает до предела и немножко, чуть больше. Вот боль пошла, чуть-чуть побольше, потом в другую сторону. Боль пошла, чуть-чуть побольше. И вот так постепенно, постепенно человек должен разрабатывать сустав. Только тогда качественно можно бороться вот с хроническими болями в суставах. Вторая ошибка, обводим кружочком, второй пункт. Греть сустав или держать его в тепле. Это тоже очень серьезная ошибка. Дело в том, что при хронических болях в суставе, как правило, в суставах имеются отеки. И когда мы начинаем сустав греть или держать его в тепле специально, то эти отеки усиливаются, что провоцирует дополнительную боль. Поэтому греть сустав не нужно. Нужно, наоборот, применять криомассаж. Что такое криомассаж? Берете кусочек льда или два кусочка льда из холодильника. Ну, для напитков, которые делают все. Вот самый простой метод криомассажа. Например, у вас болит тот же самый лучезапястный сустав. Ну, буду на его примере все показывать. Берете кусочек льда и осуществляете вот такие вот круговую обработку сустава снаружи, изнутри сустава, со всех сторон. В течение 30-60 секунд. Криомассаж сустава. И потом вытираете насухо полотенчиком. Это будет и усиливать кровоток в суставе, и снимать отечность лишнюю. То есть, таким образом, если вы будете применять, вместо нагревания, там, по полчаса греют суставы, применять вот такой криомассаж 3-4-5-6 раз в день, сколько вам, потому что после него перестает болеть, чтобы вам, ну, как бы, чувствовать себя хорошо, то вы очень быстро и легко добьетесь, соответственно, эффекта. Прежде чем мы продолжим, пролистайте в описании под этим видео. Там вас ждет ссылка на мой ближайший вебинар. Переходите на мой сайт и узнавайте подробности. Сделайте это прямо сейчас. Будет очень полезно. Третья ошибка. Не трогать больное место руками. Не трогать сустав руками. Не трогайте, не трогайте, не трогайте. Это в основном любят врачи говорить. Вот не трогайте руками, вот зачем вы его намяли, вот что вы там с ним сделали, вот зачем вы его трогаете. И человек боится инстинктивно, боится трогать. Он думает, потрогает, там что-нибудь нарушит и, соответственно, спровоцирует обострение. По факту же нужно выполнять точечный массаж больного сустава. Как это делается? Находите, вот опять лучезапястный сустав, находите болевую точку, потому что не все точки одинаково болезненными будут у вас на суставе. Находите болевую точку, нажимаете до боли на нее, вот точечный массаж, как делается. До боли нажали. И прорабатывайте круговыми движениями в одну и в другую сторону, до тех пор, пока боль не начнет у вас уменьшаться. Вот таким образом можно находить на суставе очень много точек болевых, болезненных, их прорабатывать, сколько-то вращений в одну сторону, сколько-то в другую, сколько-то в одну, сколько-то в другую. И так до тех пор, пока боль чуть-чуть не поутихнет. И таким образом вы будете снимать боль, увеличивать объем движения, снимать воспаление в суставе рефлекторно. Четвертая основная ошибка – это бинтовать эластичным бинтом, то есть забинтовать его эластичным бинтом сустав, или надеть какой-нибудь наколенник, ограничивающий движение, исковывающий сустав, ну, например, на колено, или на тот же самый лучезапястный сустав, да, надеть что-нибудь или забинтовать его. Наоборот, наоборот, нужно сустав растирать. Не бинтовать туго, а наоборот растирать, растирать сустав. Вот если у меня болит, например, у меня болит лучезапястный сустав. Что я буду растирать? Я буду растирать лучезапястный сустав себе. Самый массаж такой, растирающий делать, чтобы уменьшить отеки. Со всех сторон. И буду также растирать очень сильно то, что находится над суставом. Над суставом. И под суставом. Для того, чтобы улучшить дренаж, отток из сустава. Вот такие действия надо делать, а не бинтовать. Потому что забинтовали, вы ограничили микроциркуляцию, у вас будет еще хуже усугубляться питание сустава, будет только усиливаться ваш артроз. Или, ну, что там происходит в суставе. И пятый. Пятый тоже очень часто, который применяют, это применять обезболивающую мазь как лечебное средство. Ну, то есть берут мазь на основе кетопрофенов, например, обезболивающих. Или на основе деклофенака. И начинают мазать им сустав, снимают болевой синдром, думают, что они лечатся. На самом деле, кроме того, что это немножко снимает отек, это не дает улучшения микроциркуляции. Поэтому мазе рекомендуется применять разогревающее-охлаждающее действие. Разогревающее-охлаждающее действие, которое создано именно так. Лучше на природных компонентах. Вот они будут и снимать отек, и будут улучшать микроциркуляцию в суставе. Это очень важный момент. И это будет уже лечебный эффект, потому что будет микроциркуляция включаться. А при применении обезболивающих мазь на время снимается отек, микроциркуляция никак не улучшается. Кстати, примером такой мази является моя авторская мазь. Называется она Гипернорм. Пожалуйста, в интернете можете ее заказать. Но это уже кому как захочется. Есть много других разогревающих-охлаждающих мазей, кроме моей. Я просто вам хотел донести сам принцип этого момента. Будьте здоровы, дорогие друзья. Не совершайте данных ошибок, и вы сможете быстро и качественно победить боли в ваших суставах. С вами был доктор Шишонин. Пока. Подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новое видео. Для этого нажмите кнопку «Подписаться» под этим видео. Нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео на свою электронную почту. Выберите «Получать все уведомления». Также в описании вам доступны ссылки на все проекты доктора Шишонина. Клуб бывших гипертоников доктора Шишонина. Видеофильмы доктора Шишонина. Запись на обследование в клинику. Будьте здоровы!